друзья всем доброго утра сейчас пойду птичку выпущу полет для начала вот каждое утро захожу кормить своих голубей которых порой там ребята в комментариях спрашивают как я их порою у меня как бы сами гнездовые ящики не предназначены для этого но мне она в принципе и не нужно заношу и вот у себя сюда в бытовку такую клетку поровочную она внутри отсека и сажаю сюда голубей не как бы удобно потому что бытовка это рядом пристроена к дому я и слышу как они тут воркует и вообще им тут хорошо тут и тепло с отоплением так что голубки себя проявляет хорошо из всех кого хочу спаровать проходят у меня через эту поровочную клетку удобно мне нравится сюда не на виду у меня можно зайти посмотреть на них как они тут поруется или нет ну ну даже и слышно вот это у меня предпоследние пары которые надо спарить там буквально две пары у меня осталось как бы особо тут проблема со спариваем нет основное отобрать того кого нужно и посадить их так как раньше я их разделял конечно проблем не было за сутки буквально в паровку и шли пары были сформированы сейчас такой возможности нет приходится вот так отсаживать они конечно подольше сидят но разницы нет мне пока не к спеху планирую после 15 февраля во второй половине февраля ставить гнезда пока еще холодно пока еще морозы у нас то что есть еще время попарить проблема как бы с паровкой нет вот перепаровать конечно это проблема потому что вот без таким как бы быстро привыкают друг друга разбегается пару мне такое тоже было вроде бы спарил на следующий год как захотелось а потом голубь голубку видит и разбегается пары обратно это нужно или переводить его разные помещения дожидаться того хотя бы чтобы дали голубя прокормили это у меня было такое потом свожу все равно были пары которые расходились самые конечно хорошие пары стабильные не разлей вода это конечно по любви но такое не подходит приходится отбирать нужно отбирать и порвать так как я хочу это захожу их покормить каждое утро и наблюдаю за ними так течение дня поглядываю сейчас и насыплю поездаю и им не знаю как у кого мои любят сильно поддаю кукуруза семочка и рапс для моих голубей это самое большое лакомство особенно рапс казалось бы он и мелкий такой даже если сыпешь голубям в первую очередь его выбирают казалось бы кукуруза надо хватать не рапс для них конечно это лакомство сейчас их накормим очень сильно любят не знаю как у кого голуби что у меня вот это на первом месте кукуруза рапс и семечка пшеница ячмень это конечно думает наверно сам ешь остается напоследок рапс жирненький кукуруза позже хорошо голуби начинают сразу ярить проявлять себя так что пусть поедят свое любимое лакомство а вот минутка прошла отошел немного голубки начали клевать что самое интересное сажал я сюда по одной паре думал чтобы они не отвлекались но птица до такой степени и пугливая такая и настороженная к сама как по породе вообще себя никак не проявляли вообще вот вот это вот парочка например посадил я сюда ее 1 вот эту парочку глуп этот такой бойкий был прямо валют дать мне там говорится зоб не закрывается как юла крутился до всех голубок голубки у нее нет вот я ему подобрал голубку посадил его сюда их обоих и тут прямо сколько дня трое суток просидели ни слуху ни духу вообще тишина гробовая как парализованные были не он на нее внимание про еще не обращает не она вот так вот как статуи стояли ну я потом попробовал посадил еще одну пару стало и веселей и сейчас вот три пару закинул теперь уже как бы не может быть видят друг друга уже лучше и голуби стали ворковать между собой тут перри голуби переворковывается и до глубок начинает голуби уже приставать но вот это обычно так если пару сформировать это нужно будет на всю жизнь они такие привязываются друг другу хорошо единственная что вот у меня такое было случая это когда казалось бы вроде бы пара на всю жизнь вот если одинакового возраста вот так если голубь с голубкой живут примерно одинаково уже сколько лет они конечно друг друга метро никуда друг от дружки а когда вот приходится порвать вот например как сейчас вот у меня голубок хороший ему уже 6 лет хороший голубя то по нему идут но голубка в этом году приболела не получилось меня ее вытянуть все нет голубки подобрала ей вот такую ему вот такую голубочка голубочка прошлого года но в паре не было не они вообще кажется вообще как близнецы во первых что этого как бы мой любимый не цвет расцветка можно так сказать они разноцветные вот такие такие голуби с синевой не нравится и вот его будет видно перья второго порядка на крыле белюзной отдают вообще подходят друг дружке мы посмотрим как они будут потому что были такие случаи когда голубь ну как бы когда уже старый голубка молодая вроде бы испоровались но такие вертихвостки попадается что бросает более пассивных голубей вот попадется вот такой мачо альфа самец как вот этот я же гром голубят не вообще не успокаивается как юла зоб не сдувается крутится 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 до всех подряд вот такой попадется может пара голубка может от него улизнуть но посмотрим будем наблюдать если пара сформируется то будет хорошо а это вот последняя пара белых моих посадил все тоже белые прошли это через паровочный ящик всех попоровал как нужно осталось вот одна у меня парочка принципе можно было их и не порвать потому что деваться некуда они сами споруются потому что одна голубка один голубь остался но я думаю посажу и сюда быстрее будет такие-то дела и все останется у меня две пары и вперед будет полностью все готово на сезон 2023 все сформировано хотя в этом году как-то у меня получилось аномально много голубочек самочек где-то сейчас у меня в районе 10 голубок без пар самцов меньше как-то так вышло обычно каждый год всегда самцов у меня было больше в этом году голубок это редко редкость 1 вот такой у меня получилось но голубок гуляет но ничего будем ждать найдем им кавалера вот ребята немного отойдешь вот так вот голуби начинает успокаиваться белый себя уже вот как проявляет это вот даже благодаря тому что их много я говорю когда одна парочка сидит они буквально как парализованы боятся тут дружку на дружку смотрят и уже более менее и веселей не чувствует опасность никакую бояться нечего как говорится я поначалу ящичек это перегораживала вот сюда кордонки вот так ставил чтобы теперь огородка что друг друга они не видели ну нет смысла наоборот смысл тоже по не видели друг друга возможно может так чтобы не дрались или вот как сейчас он до этой серой начал варковать ну тут у меня одна пара уже как бы я заметил спорвалась вот это я уберу ее и рассажу одну сюда парочку одну сюда между ними будут расстояние и вот такой по две пары вообще отлично и по три тоже получается вот такой ребята меня голубок получился это мой же выводной белый белый вот сейчас покажу видно у него кличку дал ему гривон вот маленькая точечка у него на шее как у гривона отличительная так чисто белый мой выводной гривончик будет кличка так ну все сейчас пойдем летную группу в полет выпускать а эти пусть любуются друг дружкой а вот друзья сейчас покажу что я делаю дальше заметил я что это синяя пара моя споровалась голубка ящики в этом и я пересажу их уже в их голубя гнездовой отсек вот я заметил прежде чем их отсаживать на паровку в ящик в клетку каждый голубь за собой какое-то гнездо держит вот за этого я заметил что 35 номер гнезда это его записал посадил их на паровку сейчас заметил что они споровались утром вот они сейчас поели попили и сюда теперь уже на застолбленное место голубя его вместе с голубочкой посадил в принципе можно было так их и поровать даже в этих гнездовых отсеках но мне нравится когда конечно голуби на виду лучше их контролировать постоянно тут с ними не находишься но еще чем это хорошо так как голубь отсутствовал например недельку какой-то может бойкий голубок занять его место а сейчас вот они посидят и он освоится и тот перестанет лезть так за ним гнездо и останется все сутки посидят и парочка готова так и переставляю где мне нужно откуда голубь какое гнездо например держат туда потом голубку подсаживаю и на сутки закрываю друзья на 9 февраля сегодня у нас 20 23 минус 18 птичка ждет полет рвется в полет только они наверное этого еще не знают но догадывается так давай братва стартовую позицию заходи 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 сейчас выпускать будем так все на месте хочу ребята показывать вам сейчас голубка а потом расскажу за него где он тут а вот дерется воркует зверюга вот этот голубь пришел недавно отсутствовал три недели все морозы непонятно где-то пережил что ел что пил не знаю я уже на нем поставил крест он объявился ребята конечно спрашивает как ты их отличаешь ну мне кажется они все разные действительно разные расцветкой и закрапа они все разные легко их различаю каждого знают в лицо ну все братва давай в полет так так рванули погодка хорошая не оба чистейшая на 9 часов утра пусть порезвятся так сейчас обойдем так ветерка нет небо чистое хорошо так ребята продолжаю я их выпускать отлетали всю зиму еще зима не закончилась но летает без проблем не знаю ни один голубь не пропал хищник появляется через раз сокол то появится то пропадет как то временами видно какой то он залетный а ястреба конечно практически каждый день долбят но я за ними в мороз то долго не слежу так вот выпустил посмотрел птица поднялась ушел и время от времени поглядай иногда попадаю на то как на атаке видно птичка вверх уходит бывает додолбится так что рассыпается поодиночно садятся ну вот обычно не уследишь все очень высоко происходит и не снимешь тоже приходится уже пересчитывать их когда садятся когда сели захожу считаю вот прошлый раз этот сапсан гонял я увидел его атаки увидел что все разлетелись кто вверх ушел кто вниз в общем птица рассыпалась на вечер пришел пересчитал как птица полностью села уже под вечер двоих нет ну думаю значит забрал возможно забрал кого то но думаю двоих то забрать не может вот наверно наверно одного одного наверно действительно на второй день появляется голубок о том о втором думаю ну все значит одного забрал когда проходит два дня и он объявляется то есть никого не взял разогнал возможно загоняет очень далеко по километражу приходится им дольше дорогу чтобы искать ну находят молодцы перед этим тоже был такой случай я вот снимал как у меня голубок рано утром я пришел тоже в бороз явился не было его двое суток а пропало двое вот один вернулся через два дня я руля вылаживал а одного так и не было я уже перед этим пропал я уже о нем не забыл а под вечер пришел вот это что я голубок показывал не было три недели как раз самые сильные морозы не знаю где он где его носил чем питался что пил что ел и прилетел в нормальном состоянии такой я его так даже отсадил посмотрел нормальный глубок даже не знаю как он так умудрился три недели в такие морозы ну в общем возвращаются все думаю что хищник взял они объявляются не на следующий день так на следующий или через время ну в конечном итоге все на месте гоняется хорошо и уворачивается они хорошо так что по количеству все на месте вот всю зиму летаем практически без проблем плавненько подымается резко не стартанули холодно наверно я думаю там чем выше наверно еще холодней интересно если сейчас минус 18 сколько там на солнце выходит мне кажется с каждым часом будет теплее теплее а скачается пока тихо пока еще никто на них не согрелся это хорошо пусть голубки полетают свое удовольствие я вообще не люблю зимние полеты не в кайф мне стоять в мороз наблюдать за такими полетами выпускают для голубей я знаю что они хотят полетать им хочется порезвиться их выпускаю и пусть летают свое удовольствие я выхожу только время от времени за ними наблюдаю и все это лето можно посидеть полюбоваться тут сильно морозить на таком дела не постоишь плавненько плавненько подымается вот стайку зацепил не знаю насколько видно они на солнце стоят вот они идут плавно набирают высоту хорошо ну все ребята на это буду заканчивать удачи всем мировое небо нам всем подымается высокой глубине покрываем